я рад всех вас приветствовать с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о бренде от компании о бренде xlender точнее говоря моделька называется у нас и к сайт вообще этот бренд для меня если честно новый я никогда с ним не сталкивался сейчас он появился в первой коляске и мне удалось немножечко его изучить посмотреть статистику поломок как это все по надежности у нее да и в принципе вообще о бренде немножечко вот это польша вот но хорошая польша польша много чего не очень хорошего но это тот вариант который очень даже неплохой получился качественная коляска скажу сразу вот будем рассматривать прогулочный вариант с реверсивным блоком то бишь с шести месяцев можно использовать эту колясочку и до 15 килограмм веса ребенка это где-то три три с половиной может быть даже четыре года можно ее использовать соответственно будем изучать ее сверху вниз начнем с ручки обращу внимание на ручку подробнее потому что я очень люблю когда на ручке используется не губка а именно кожзам натуральная кожа на самом деле в этом ценовом сегменте это большая редкость она до 30000 кстати ссылку на магазин первая коляска я оставлю внизу там все точности сантиметре миллиметре цены актуальные расцветки все это может там посмотреть вот но вот кожзам это очень круто потому что держать приятно в отличие от губки не впитывает себя элементарно руки потеет там еще что-то это гораздо дольше живет губочка начинает немножечко трескаться махриться и на общем приходит такой достаточно неприятный вид а здесь живет все это долго с прострочкой ровной в общем хват отличный все нормально она кстати ручка регулируется по высоте насчет диапазона вот смотрите сами 186 у меня рост соответственно проецируйте как вам будет по высоте мне лично во многих положениях удобно но и на самый высокий мне комфортно прямо от рука легла и хорошо так это что касается ручки дальше смотрим на ткань и козырек козырек достаточно большой ткани вообще претензий нет ткань классная приятная в общем ее хочется трогать на реально такая качественно ощущается поэтому к ткани вопросов нет вопрос есть только один где на козырьке смотровое окошечко окошечко я не вижу есть замочек давайте откроем замочек и взглянем может быть там есть но это не смотровое окошко а у нас открывающая секция летом проветривать ну и все в этом духе а вот смотрового окошечка нет ну на самом деле если уж так говорить не знаю я когда гуляю с ребенком я никогда не заглядывал сидит себе там что-то закрякал заглянул спереди и ничего страшного это не вот прям без чего невозможно жить нормально все сейчас кстати в самом большом положении секцию можно закрыть на замочек и открыть вот внутри как он тоже выполнен вот видите материал такой чтобы она как можно дольше не промокла здесь все для этого сделано так дальше давайте посмотрим на сиденье что из себя представляет сиденье сиденье здесь с очень высокой спинкой жесткое сиденье и когда она положение вертикальном здесь конечно нет 90 градусов но спинка достаточно вертикально чтобы ребенок не был сильно назад завален это удобно вот достаточно просторная мы тут уже мерили детей вообще прикольно все мягкие накладки на паховой зоне на плечевой пятиточечные ремни бампер это что касается безопасности вам сейчас рассказываю бампер как калиточка откидывается это круто удобно подножечка у нас тоже регулируемая вот а что касается самого сиденья по наклону здесь гамак это когда у нас ножки чуть чуть выше бывают чем горизонтально получается вот у нас получается что ребенок лежит ножки вот таком полусогнутом состоянии европа вся говорить о том что это полезно что лучше кровообращение у нас же в россии любят более когда ровненько просто в общем тут дайте на два лагеря все любители делятся на самом деле так тоже хорошо ребенок спит все вообще комфортно без вопросов ткань кстати слегка снимается стирается главное до 30 градусов стирайте и все будет хорошо блок реверсивный поэтому пока еще там полгодика можно спокойненько у нас вот так вот перевернуть и соответственно гулять со всем малышом прикольно козырек если лежачем положении то он выглядит вот таким образом кстати коляска когда блок повернут к вам лицом она так не складывается вместе с блоком она складывается когда он по ходу движения это я вам покажу так давайте с вами дальше изучать соответственно блок мы с вами рассмотрели что он из себя представляет давайте теперь посмотрим на раму рама здесь вот такого вот интересного дизайна выглядит как минимум свежо еще кстати пока не забыл в комплекте идет вот такая теплая нормальная накидочка на ножки причем с удобным креплением в этом отношении здесь все прям неплохо вот дальше что касается рамы на ней установлена очень неплохая система амортизации и спереди и сзади смотрите вот она реально мягенькая удобная вообще без вопросов колеса здесь у нас резиновые просто резина они не надувные просто резиновые но здесь видимо резина облегченная она такая кольцо прям легкая так бампер ой пардон не бампер багажник у нас вот такой жестким дном но с невысокими бортами ну тут в этой конструкции высокие борты особо не сделаешь когда складываешь он не будет мешать ну вот в принципе что-то большое можно положить но аккуратно чтобы не переваливалась тормоз здесь кстати самый годный сверху оба раза нажимаем все блокируется так из особенностей что здесь еще есть здесь вот в этой части установлены светодиоды а тут сверху кнопочка до включения это скажет так ближний свет освещать перед собой дорогу два режима но моргает или просто горит просто сейчас здесь не вставлены батарейки я не могу вам это продемонстрировать но можете просто поверить светит ярко и когда темно реально вам это будет очень помогать вот теперь давайте посмотрим как она складывается так насколько помню нужно сделать вот так и вот так вот так опускаем сюда вот что мы имеем сейчас мы заблокируем и тем самым если мы ручку например выдвинем мы можем катить ее как чемодан ну лучше вот с этой стороны как чемодан не выйдет тем самым ее не несете не напрягаетесь и преимущество вот такой конструкции у вас всегда внизу колеса и они никак не касаются коляски то бишь она не будет пачкаться это на самом деле хороший приятный бонус вот поэтому этим нужно пользоваться соответственно вот так раскрыли поставили и хорошо так что у нас здесь здесь у нас с вами тут у нас подножки с вами есть моски . таком хитром месте спрятана прикольно так как складывается я вам показал напомню против хода когда стоит прогулочный блок ее вы не сложите ну естественно есть блокировка передних колес это уже норма и об этом можно даже не говорить она есть практически 99 случаях из 100 соответственно сама коляска весит 10 килограмм по моему 10 и 8 килограмм это если так сравнить такими похожими колясками это не тяжелая коляска они все плюс-минус 9-11 наверное вот подобные коляски весят поэтому такой среднячок не тяжелая достаточно качественная по поводу гамака решать вам это найти кто любит кто не любит если вам нравится гамак вот пожалуйста это неплохо я вам сразу могу сказать это нормально ребенку удобно и самом деле с этим можно прекрасно жить и ребенку и вам вот в целом бренд мне понравился претензий у меня особых к нему нет посмотрим как он дальше себя покажет но все что знаю о нем узнал точнее говоря о нем все четко сервис хороший все надежно редко что-то там какие-то гарантийные случаи бывают поэтому я думаю покупкой будете довольны вот собственно если вам обзор был чем-то полезен интересен ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал это помогает развитию канала и первой коляске большое спасибо за то что предоставили x lander на обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребенка и всего доброго до свидания и и и Продолжение следует...